Всем привет! Вы смотрите серию видео о Турции, а конкретно о Бодруме. Вошли в центр, будем совершать вечерний променад по Марине. Это прям самое-самое начало Бодрум-Марины, которая выглядит вот так красиво. Куча-куча мест, где можно вкусно покушать и посидеть. Такие вот яхты везде справа. Прямо вот, видите, самое-самое начало. Вот Бодрум-Марины. И шикарная прогулочная зона, прям до крепости. Мы сейчас пойдем просто вдоль променада, посмотрим на яхты, посмотрим на кораблики. Классно прогуляемся пока вечерок. Вот столько людей здесь вечером. Сейчас сентябрь. И, конечно, прям толпы людей. Очень много туристов, очень много местных по выходным. Сегодня понедельник, сегодня не так много местных. А мы сейчас идем, получается, от центра, от Марины, через разные кораблики. Вот туда, в самый конец, к границе между Турцией и Грецией, узнать про греческие паромы. Сейчас узнаем, сколько они стоят. Мы уже знаем, что с другого порта, который, где рестораны, то есть это надо пройти через весь центр, в ту часть, за крепость. Вот мы идем прям слева от крепости. Крепость, кстати, еще одна из достопримечательностей, но мы внутри не были. Вот мы узнали, что из того порта отправляются паромчики. И сколько они стоят? Сумма 22, 17 плюс 5. Так, 17 плюс 5, Ростислав говорит. То есть 17 стоит сам паром, и 5 еще какой-то налог. То есть сумма, получается, 22 на человека в одну сторону. Вот сейчас узнаем, сколько стоит здесь. Нам что-то кажется, что здесь даже подороже было. Что здесь было, типа, 25 в одну сторону и 45 туда-обратно. Ну, такой вот вид. Красотища, конечно. Будем узнавать, как выбраться отсюда на кос. Раньше здесь можно было одним днем без визы доехать до коса. Были такие предложения на стандемию, они закончились, к сожалению. Сейчас будем все узнавать. Вот, смотрите. Бодрум Феррибот и разные-разные места. Вот здесь можно уехать на кос, на Лерос, на Родос. Вот такой вот вид сюда. Сейчас узнаем цену. А вот и цены. 20 минут у Косвий в Катамаран. Пишут, хотя вот Ростислав рассказывает, что ехал именно таким с этой компанией, и получилось 40. Вот, смотрите, он в 9 утра идет туда, в 6 обратно. И стоит, получается, 25 евро в одну сторону, 40 туда-обратно и 30, если вы возвращаетесь одним днем. Ну и, конечно же, самые главные достопримечательности у нас в центре Бодрума абсолютно все, что вы хотите. Фенди, Селин, Диор, Маман. Маман не продается различные украшения. А вот просто все, что может вам понадобиться. Это Джорданы, сумки, кроссовки. Ну, здесь вот, кстати, что-то аутентичное есть. Аутентичное это даже классно. А вот в плане тяжелого люкса все, что угодно. Все для ваших фото в Инстаграм. И, в принципе, накупив всего здесь, можно даже не париться и не заказывать себе в Цуми пакеты. Вот любой Кристиан Диор в ваших руках. Любые Джорданы, которые вы не можете найти. Вот так это выглядит. Как говорится, кайф для любителей реплик. И еще одно из самых моих любимых мест в центре Бодрума – это булочная. Называется Юнуслар. И здесь очень-очень здоровские булочки. Я просто обожаю взять здесь что-то вкусненькое. При этом здесь классные булочки и различные пирожные торты. Вот как раз нам выносят пирожное. Я больше всего люблю вот эту вот штуку с шоколадом и еще маковую булочку. И очень люблю яблочные пироги, которыми мы чаще всего завтракали. Потому что в таком удовольствии себе очень сложно отказать. Если вы будете в центре Бодрума, я очень советую посетить это место и выбрать что-нибудь, что вам по вкусу. И из пирожных еще очень-очень рекомендую чизкейк Сан-Себастьян. Потому что он невероятный. И я каждый раз выхожу отсюда счастливая. И вот такая вот красотища у нас на площади. Мне очень нравится, что турки очень любят вообще свою историю. Очень любят свой флаг. У них есть невероятный праздник День Флага. Я видела в инстаграме у девушки, на которую подписано, как они празднуют День Флага. И это, конечно, очень мило. И очень классно, что они вот так трепетно относятся к своей культуре. Это очень всегда приятно и очень аутентично выглядит. Вот так у нас в центре. Так, где наши туристики? Туристики. Так, Ростислав, похвастайся. Ну-ка, открой-ка. Что ж там у нас в пакетике? В пакетике у нас дырым. Дырым-дырым. 100 грамм дырыма. Сейчас будем пробовать. А вот лапулечки спят. Вот таким видом. Вот мусор не могу не снять. А тут, если на мусор не смотреть, вот такая красотень. И наш красавчик уже кушает шавуху свою самую дорогую, но одну из самых дорогих в жизни. Ростиславу досталась шаурма за 180 лир. Это практически 700 рублей. Это просто золотая шаурма, при том она небольшая. Видите, какая? 100 грамм. И мало того, что она оказалась бараниной, Ростислав у нас не очень любит баранину, так он еще и говорит, и не супер, да? Так, передаю вам телефон. Переворачиваем. Вот так это все выглядит. Пробуем. Отдаю пакет. Дорогущая шавуха за 180. Прошли 2 минуты, и там было уже 90 лир. Два раза еще. За 400 было бы норм. За 700 нет. Я еще люблю баранину. Красная цена. 400 рублей. Покупайте шаурму за 90. Выглядит так же. Может, еще и вкуснее будет. Передаем обратно. Ну, а вот они, знаменитые Бодрумские улочки, где можно классно посидеть в баре. С вот таким шикарным видом. Вот эта вот штука юла. Одна из самых симпатичных. Dream and chill. Такое самое суперское место, чтобы классно сфотаться. Вот такая здесь chill зона. А мы сейчас попробуем. А не, не попробуем. Вау, 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 вау. Попробуем просто снять чуть-чуть. Вот так это все выглядит. Еще немножко вечерних видов центра Бодрума. Смотрите, как здесь здорово и колоритно. Различные кафешки. Классные лавочки ремесленные, где можно купить что-то аутентичное. Спортик. Занимается спортиком. Все потихонечку открывается. Очень красивый свет здесь. Здесь уже нет такой жары. Классные улочки, кебабы. Здесь очень колоритно, но к вечеру здесь становится очень много людей. В принципе, это логично, потому что город здесь вообще после 30-35 градусной жары просыпается именно вечером. Чтобы уехать на такси в Бодруме, надо найти вот такие таксистейшены. И либо взять такси отсюда, либо есть такие специальные кнопочки. Основной транспорт здесь, это, конечно, такси и автобусы, но такси не самое удобное. Не то, к чему привыкли мы в России. Вызвать абсолютно легко Uber, скорее всего, не получится. Соответственно, либо кнопочка такси. Плюс бывают сложности, когда люди смотрят на счетчик. То есть надо обязательно следить, чтобы такси было именно официальное, со счетчиком. И если вы не хотите таких разных приколов или долго ждать такси, то можно, конечно, заказать какую-то машину, например, из аэропорта. Это получится дешевле. Предварительный заказ машины из аэропорта это где-то 50 долларов по одну сторону. А если непосредственно там вы будете брать, то это уже будет где-то 80. И есть автобусы. Автобусы ходят прямо везде. Такие красивые улочки параллельно. И собачки. Соответственно, проще всего добраться, конечно, на автобусе. Автобусы ходят в том числе от аэропорта и до аэропорта. Мы как раз идем сейчас на автобусную станцию. По Бодруму автобус стоит 20 турецких лир. А так выглядит бас-стейшн Бодрума. Сюда вы прибудете, если поедете от аэропорта на автобусе. И отсюда же можно уехать хоть куда по городу и до близлежащих городков. Развита очень сеть на самом деле транспортная. Именно вот таких автобусиков. Очень удобно. Вот наш автобус как раз едет. А вот так выглядит пляж. Самый-самый разгар. Это у нас центр Бодрума. Большинство лежаков занято. Наверное, тут все-таки еще есть много отелей. И, конечно, людно. Но очень хорошая вода. И вот такое полузакатное солнышко встретит или проводит, в зависимости от того, какие у вас дальше планы, вас, если вы будете на центральном пляже. Мне кажется, просто суперздорово. Места для закатов получаются идеальные. Это как раз пляж в центре или дикий пляж. Закаты в Гюмбете мы еще не встречали, но там очень-очень громко вечером. А здесь прям идеальный вайп и очень классные виды. Ну и центр Бодрума с кучей-кучей разных рыбных ресторанчиков. Вот так это все выглядит. Здесь, конечно, очень симпатично всегда. Вот такие вот места, где можно потусить и покушать. Куча-куча рестиков. Невозможно выбрать. Но, на наш взгляд, здесь еще красивее, конечно, днем. Ну вот, можно прогуляться. Целая куча магазов и куча вот таких мест, где можно вкусненько посидеть, покушать, попить коктейльчика, оперольчика. Но цены, конечно, по сравнению с прошлым годом выросли. Еще мимо одной витрины не смогла пройти. Просто посмотрите, какая красотища. Вот такая вот рыбная жизнь Бодрума. Красавчики.